Или до такой же степени, Рафью, да. Они учат в школах, по-моему, типа природоведения есть у них, да? Эли, перевод. Ну, честно, не могу похвастать, что я все понял. Значит, то, что две идеи прозвучало как бы центральное у Рафа, то, что он хотел дать. То есть, первое, про связь Снега и Мешпад, судебная система, судов. Вот, и, соответственно, и Порошат Мешпадим, и как бы на неделе было там Натаньягу, в конце концов, отказался от досудебной сделки, сделки судом. Значит, тут было достаточно интересно, что Рафьёль говорит, есть связь между Снегом и Мешпадим, вот, какая, я не знаю. Вот, но он пытался как бы, то есть, явно, есть какая-то массора, вот, как бы логическое объяснение, оно где-то утрачено, а как бы начало и конец цепочки известен, что снег связан с Мешпадим как-то. Вот, Рафьёль пытался сам, как бы, эту вещь восстановить, эти звенья цепочки, ну, там и цитата из Йова, там и фраза из Тиелима, значит, вот, то, что Аарон так иронично, значит, объяснил. Рафель, вы можете напомнить эти две цитаты? Значит, в Тиелима говорится, что снег как шерсть покрывает землю, вот, что имеется в виду, что слой снега – это как одеяло для земли, то есть защита от холода, понятно, вот, чтобы земля не промерзла. Вот, в Йове там, я сейчас не точно помню, но… Вот, но как бы на мысли о несправедливости того, что с ним произошло, это в самом конце должно быть, когда Бог ему говорит, что вот посмотри как бы на лёд. То есть там не напрямую снег указан, а лёд, то есть кто посылает лёд, что-то, как-то вот так там фраза. Значит, идея тут Рафель как бы привёл мысль, что и вот мягкая вода, да, вот, но она, когда застывает, она становится очень крепкой, становится льдом. Вот, значит, и как бы вода – это символ веры в человеке, вот, и вера может как бы быть, укрепить человека, то есть человек становится крепче льда. Вот, это была одна часть, значит, попытки как-то связать всё-таки снег с Мишпатим. Можно буквально одно слово, а вот у Белю как снег ваши грехи, это где это, в каком месте? Это у пророков, это то ли Шаягу, по-моему, и Шаягу. Мне даётся целая цепочка этих, во-первых, Мишлей, конечно, Шелик Бейон Кацир. Кицынат Шелик Бейон Кацир, сейчас я посмотрю, действительно должен Йов, который вы сказали. Вы можете сразу Арон переводить, мне не все владеют юбридом? Сейчас. В Йове там, по-моему, всё-таки Кэраха, не Шелик. Рамияу, дело в том, что я Йове как раз не нашёл. Есть Йов и есть Рамияу. Йов, Йов. А, Йов. Йов, да. Есть две цитаты. И Талям Шелик. Сейчас. Акудрим сейчас. Акудрим мини Карах, Алейму, Италек Шелик. Если... Укрою льдом и укрою снегом. Так как-то, да? Ты так по простому смыслу посыл. Вода снега – это самая чистая вода, да? Мей-Мей-Шелик Шел-Хата, да. И очистит, острижёт одни снега от ваших грехов. Как-то так. Ну, неважно. Совсем неважно, да. Есть вопрос. Если льём воду, просто льём воду в микве, то миквана не становится, вода не становится, если просто льём. А если тает снег, то это кошерное. Как это объяснить? Вода, та же вода замёрзшая. И переносим её. И не из источника. Нет, это как раз тут логика понятна. Можно лёд растопить, и он кошерен для миквы. Почему? Потому что… Почему вода, которую льёт, не кошерная? Принцип «Нолад». Когда вы переливаете, то как бы это вода, прошедшая через руки, то есть через кли, главное там кли, не руки. А как бы растаявший снег или растаявший лёд, смена физического состояния воспринимается Галахой как рождение. То есть это природное, как бы она как будто только родилась. Вот. Ма-Им-Хаим это называется. Как бы живая вода. Свежерождённая. Или несвежая. Именно так. Живая вода. Да, живая вода. Да. Или вопрос… Я помню, что где-то я в горе, я почнул свой право, один из материалов творения используется шелик. Шелик. И тоже там, как один из… Ну, насколько я понимаю, всё-таки на второй день. А, прекрасно. А второй… А второй… Нет, это нужно уточнить, это непрекрасно, я не помню. Нет, нет, я хотел мыслить… Ну, ладно, вы закончите. Это второй день. Я могу сказать где. Я помню, Ракия. Одного из комментаторов. Не помню. Не помню. Это у Кузари, где он даёт какие-то объяснения на Сефар-Яцера. Это то ли четвёртый, то ли пятый пэрок у Кузари. Вот. Там он говорит о том, что когда появляется Ракия, Бог разделил воды над Ракия и под Ракия, и воды над Ракия, они в форме льда. А Шелик, как-то Шелик, переход от этого к тому, к воде, не помню. Или ещё вопрос, можно? Прозвучало у Рава, что Йов спросил у Всевышнего, вот что я не до конца понял, а ответ был «Посмотри на снег». Что в этом месте понятно? Я не до конца. Смотрите, посмотрите, конец книги Йов, там, как бы, Йов, он, как бы, не приняв никаких объяснений своих товарищей, просто, как бы, обращается с этим Богом, а Бог ему говорит, а ты вообще посмотри на природу, посмотри, посмотри, как мир устроен, то есть, чего ты тут, типа, недоволен, вот, всё это сделано мною. Вот. Спасибо. Не знаю. Да, я понял, снег, как явление природы. Да. Да, спасибо. Сейчас, позволю себе маленькое предположение, что как снег связан с межпад. Дело в том, что, ну, настоящий, истинный, еврейский суд, он же вносит правду, он очищает от лжи, от разных побочек, и в конце концов устанавливает правду. Ну, на русском языке, на коренное слово справедливость, о которой вы уже сказали сегодня, да, справедливость. Значит, справедливость и правда. То есть, а снег, он символ чистоты и по своему цвету, и по кристаллической структуре. Вот вода, она может нести в себе, как бы, различные примеси там и так далее. А вот снег отличается от воды тем, что он, проходя вот этот вот водоворот природы, да, испаряясь сначала, а потом выпадая сверху в виде чистых кристаллов. Кстати, у Кеплера есть совершенно замечательная книга «Шестиугольные снежинки». Это совершенно теологическая работа, где он, отталкиваясь от формы снежинок, дальше говорит о происхождении природы от Творца. Вот. И поэтому, мне кажется, что снег – символ чистоты, очищения, а еврейский суд должен был бы быть тоже таким символом очищения от ненужного, от лжи, установления правды. Вот такое, предположим, связи. Ну, понимаете, вы сейчас, как бы, работаете в духе Зогора. Зогор берет, как бы, две абсолютно разные вещи и говорит, что это вот и связывает их по внутренней сути. Вот. Почему взять снег? Также можно взять солнечный свет, например. Вот. Пробивается, очищает там и так далее. Вот. Солнечный свет еще и сжигает, если его слишком много. А снег, потому что сегодня эта тема, значит, выпал снега главами Шпатина. А насчет связи, дорогой Элли, так в этом мире все связано, просто мы не все видим. Может быть, продолжим по уроку Рава, да, еще? Ну да, это просто по этой теме. А по уроку было, значит, Рав просто как бы затронул, то есть, хотел напомнить, что в Торе есть все, вот, и бегло пробежался по там нескольким вещам, которые вот совпали в, ну, то есть, произошли в реальности и потом нашли эти вещи в Зогаре на эти паршиот. Вот, напомнил про Мирон, напомнил про Илан Рамон. И про Титаник. И про Титаник, да. А вы можете в двух словах, подождите, эти все три вещи на эту главу произошли? Нет, нет. А вы можете тогда пару слов по каждому в Старевске, или это трудно? Нет, там просто игра слов в каждом случае, поэтому это непереводимо фольклор. То есть, это фразы из Огара, иногда там слова, как бы буквы в обратном порядке. То есть, тут тут так просто не перескать. по поводу, что напомнил Шар-Ишуф. Это поселение на севере, где я работал врачом несколько лет. и когда произошел этот случай, то как раз... Какой случай? Напомните нам. Значит, случай был такой, что поднялись два вертолета и взорвались в воздухе и умерли люди. А в фараше в тексте написано Шар-Ишуф две головешки. Две головешки. Это два горящих вертолета. Там интересный случай. Я разговаривал с человеком. Я там работал. Я говорю, как раз в это время я был на пути в Шар-Ишуф. Из Киряч-Мон ехал. Когда это произошло, когда приехал, это было под свежим следом. Там сидел один парашютист, схватившись за голову и плакал и смеялся. Смеялся и плакал. Так меня позвали, чтобы что с ним произошло. он мне рассказал, что он делал чуву и обратился к Раву, что какое действие ему нужно делать вначале, чтобы начать, надо что-то делать. Он говорит, ты возьми простую вещь, как завязывать ботинки, что ты сначала завязываешь, одеваешь сначала левый, потом правый и завязываешь правый, зашнуровываешь, потом левый. наоборот. Все наоборот. 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 Важно, я хочу сказать левый и правый. Какая-то последовательность, порядок какой-то. Сейчас я точно не помню, хотя я это делаю каждый день. этот парень, который стал делать чугу, вспомнил, что он неправильно завязал ботинки. Он разулся, чтобы быстренько переодеться и одеть как нужно, завязать как нужно и в это время поднялись. Он закричал, подождите меня, они уже поднялись в воздух. Через секунду они взорвались. И он был свидетелем, живым свидетелем, как Тора спасает и как то, что произошло. Шаришов. О содержании эта отрывка может быть или расскажет, что там написано про Дагоголовячки. Просто упоминание в Зогаре. Спасибо, Рабьюда. Это очень важно. Вы напомнили конкретный случай. И это тоже Аллаха, если случается чудо. И Рав Йойль много раз это вспоминает. Вы не обратили внимание, я просто слышал его, он говорил про Шаришу про Головешки. Он вспомнил этот случай, когда урок был его. Какой-то 96-й, 7-й что-то было. Нет, не 7-й. 96-й где-то примерно трагедия была. Вопрос, если можно. Вот это глава Мишпатим, это такой всемиемлющий свод законов, а евреи вот только-только получили Дору, только-только получили были на Синае и повышения повышения Ковенент, да, и вот сейчас 10 заповедей, сейчас вот этот всеобъемлемый свод законов. А какие были законы в Египте? Такое впечатление, что эти все, которые Всевышний так излагают так четко эти законы, наверное, несколько, после этого несколько тому помуда посвящено разборке этих законов, что они почти все отличаются от того, что было в Египте. Именно поэтому он как бы подчеркивает, насколько это так, какие потому что в Египте же были законы. Если я не ошибаюсь, это Рав Герц приводит в своем комментарии сравнение с кодексом Хамурапи. То есть было много попыток говорить, что еврейский закон опирается на кодекс Хамурапи, но там одна из так просто вот по памяти базисных вещей, базисных противоречий у Хамурапи одно и то же действие по отношению к простому человеку или к знатному каралось по-разному. Тора с самого начала проговаривает, что один закон для всех, неважно по отношению к кому было сделано действие. Я знаю еще одну разницу, а именно отношение к рабам. Если раб убежал, то его нужно вернуть хозяина обязательно. А в наших законах нет, нельзя его выбросить. Если он убежал из другой страны в Иерусуе. Иерусуе мне кажется, что не только это, а главный контраст с вопросом Владимира. Ведь Египет, Ницраем была страна рабов. Да, полностью, да. Полностью, да. И весь народ был рабощен, причем это было жесточайшее рабство. то есть египтянин мог убить еврея, и ничего ему за это не было. А межпатием начинается с законом о еврейских рабах. И там главное, что через шесть лет обязательно на свободу. А если не выходит на свободу, то это не есть хорошо. Помните ухо к закону раньше, что если раб, так он навсегда раб. У него нет никакого выхода. Ну да, а комментарии говорят о том, что к рабу относились как к члену семьи. И рабство это был еврейский раб. Он просто имел такой класс воспитания, пока он жил эти шесть лет. Он воспитывался трудом, он просто отрабатывал свои прегрешения тем, что он трудился. А во всем остальном он был полностью как человек. Он мог иметь семью, все, что угодно. То есть полный контраст. Это ответ на ваш вопрос. если он пришел один, он не мог иметь семью. Он мог иметь семью, он не мог с ней выйти. Нет, он не мог приобрести новую семью, если он пришел один. Его хозяин мог дать. Нет, нет, не жену кнанейку не мог дать, не мог дать жену, не мог поженить. Мог. Не женили. Хозяин мог дать ему жену кнанейку, но она и дети оставались, когда он выходил. Если у него не было жены, если у него не было детей, если не было до этого детей вообще. Если он один пришел, мог хозяину поженить на еврейке, вот вопрос. А, на еврейке? На еврейке, я думаю, нет. На еврейке нет, скорее всего. Но это не так важно. Важно, что он мог иметь семью. Сказали разницу в отношении богатых и бедных. Есть еще большая разница. Например, дело о миллиардах в первую очередь рассуждается. у нас написано, это не имеет значения, миллиарды или доллар один. Нет очередной очередности. Более важный, более дорогой. У меня вопрос. Вы с уроком закончили или еще нет? С уроком да. Все это было как бы просто сипурим, подтверждающий, что вот то, что происходит в реальности, то уже все записано. в уроке был еще один момент, почему я про урок. Как раз это тема суда. Раф все время поднимает тему государственных свидетелей, что это идет очень-очень против духа и судаторы. И это огромное искажение, и привел пример, что эти свидетели сейчас отказываются показания, потому что их заинтересовывают. Свидетель должен быть очень не заинтересован ни в чем стороне. Это только добавка, извините, отвлекать темы. Возвращаю. Очень интересно. Можно добавлю к словам Ильи. Меня когда-то сильно задевал вопрос после Осерета Деброд, который в принципе основа морали всей современной цивилизации. И тут сразу за этим такая проза жизни. Законы о рабах, кто кому дал в глаз, сколько платить и так далее. То есть какая связь. И я понял простую вещь, что Бог сначала им проговаривает какие-то идеалы, которые высшие, которые ценности на все века. А люди остаются людьми. То есть людей басов интересует ну хорошо, а какие сейчас права у рабов при новой власти. И вот тут проявляется качественное отличие, что получается как бы у рабов столько прав, что невыгодно держать рабов. И по чуть-чуть народ подталкивают все-таки к тому, что хорошо бы брать на себя ответственность и становиться свободным. с этого фактически начинается воспитание народа, но народу нужно было все эти высокие идеалы перевести на язык понятных им терминов. А термин это прежде всего рабы, ущербы и так далее. И ответственность. Ущербы они подразумевают ответственность. У раба нет ответственности. и у хозяина не было ответственности по отношению к евреям. и у хозяина. То есть еврейские рабы вышли из полностью рабской системы и нужно воспитывать самые основы того, чтобы не быть рабом. Или можно вопрос один? Я прослушал к сожалению рабы, не включу. В двух словах он сказал, он говорит о том, что сейчас мы в периоде этих пят машиих и этих муках рождения машиих или что он говорит? Сегодня он на ту тему не затрагивал. То есть вот связь снега с мишпатим и о том, как примеры того, как в зогоре были найдены вещи, которые как бы оголоски тех событий, которые происходили в эти недели. Но это клали, это не касалось именно зогор на мишпатим. Все. То есть это сегодня то, что было. При этом эта идея он говорил не раньше. Ну да, конечно. Это частный пример, так сказать. В прошлые разы он больше акцентировал внимание. Его хедуш был в том, что есть не только осел машиах, а есть еще как-то кучки осла машиаха. дай бог не узнать, что такое тень кучек осла машиаха. То есть эти кучки это такой еще больше негатив. Да. Что имеется в том, это мысль в гаморе, что один из омараев говорит, там обсуждается, кто-то говорит, что я бы не хотел жить во время машиаха, настолько страшное время, а другой говорит, я бы хотел даже находиться в тени кучек осла машиаха. Значит, осел это хомор, это хомор, то есть это как бы материальная база этих изменений, на которых произойдет духовный этот переворот. А вот что такое кучки, значит, вот Рафиэль сказал, что вот то, что у нас было с выборами, то есть вот политическая жизнь там и все, что у нас последние пару лет происходило, вот, что как бы он понял, что тот имел ввиду по отношению к кучкам, что есть не просто осел машиах, а есть еще кучки осла машиах. Ввиду сегодняшнее правительство. Ну, вот Рафиэль, да. Может, вот расскажите, вот межпотим даны законы очень очень сжато, ну, предельно сжато. И даже какие-то нам кажутся, вот так, как вы говорите, что они даны про рабство, что в самом деле направлено на то, что постоянно постепенно уходить от этого, чтобы рабства в принципе не было. Это относится вот такое направление только к этим законам или вообще ко всем законам, что они становятся все более и более тонкие и отражают более тонкие взаимодействия в человеческой душе или взаимодействия между людьми. Это так, что исторический Талмуд, например, прорабатывал и делал законы более понятными и обращал внимание на более мелкие детали. Есть две части ответа. Одна это замечательная идея Рава Йоэля по поводу того, что Тора не зря уподобляется дереву Эцхайм, что живое дерево у него признаком того, что оно живое, всегда появляются новые ветки, то есть оно растет, оно развивается, поэтому как бы Рава Йоэль говорит, посмотрите, любой наш текст, он обрастает комментариями, неизбежно. Значит, я к тому, что вы спросили, я когда-то сформулировал простую вещь, значит, динамика развития морали. Есть одна из, один из больших критических анализов Торы и еврейства, говорится, посмотрите, что у вас написано, посмотрите, какие у вас законы. Вот, там, не знаю, у нас есть там закон о красавице-пленнице. В принципе, это сегодняшний день по Женевской конвенции это военное преступление. Все, что там описано. А там это описано как верх милосердия по отношению к ней, что ей дают месяц выплакаться по поводу оплакать папу и маму. Причем ничего не говорится по поводу мужа и детей, которых тоже могли мужа убить, детей продать в рабство. Но оплакать папу и маму. и тут есть как бы важный момент, что в принципе когда вот так вот критикуют, то сравнивают современную цивилизацию, то есть мораль европейского общества сейчас с евреями тогда. То есть и это как бы некорректная вещь. Потому что или надо сравнивать себя тогда с евреями тогда или себя сейчас с евреями сейчас. Потому что Тора она Эцхайм, она живая. и мораль которая те идеи, которые заложены в Торе, они саморазвивающиеся идеи. И саморазвиваются они прежде всего в еврейском народе. То есть я когда-то придумал такой пример, что я сейчас плаваю лучше, чем чемпион мира по плаванию, когда ему было пять лет. То есть или надо сравнивать себя сейчас с ним сейчас или себя в пять лет с ним в пять лет. Так же и по отношению к Торе. То есть да, у нас есть большая то есть нам сложно скажем так оценить правильно ли израильская армия ведет себя там во время операции в Газе. То есть мы все говорим, что чересчур гуманно. Вопрос и такого уровня гуманизма нигде в мире на сегодняшний день нет. Вот. То есть возможно, что это просто проявление вот этого вот самого живого развития морали в еврейском народе. Просто наша армия не может вести себя иначе. Не может себя вести как русские или украинцы. Или американцы. Влияние сегодняшней судебной системы на все. Это как она себя проявляет и как она реагирует на малейшее там какие-то то, что ей не нравится правонарушение, то, что ей не нравится. Это не еврейская мораль, это мораль, которая была позаимствована у Гоев сегодня. в том-то и дело, что у них нету такого уровня морали, который мы могли бы у них позаимствовать. Можно предположение на то, что вы сказали? Мне кажется, что как раз мораль-то развивается как раз в этой современной цивилизации западной. Причем куда она развивается, нечего даже комментировать, нам совершенно ясно. А вот еврейская мораль, может быть, это не ветви, может быть, это ствол этого дерева. Почему? Потому что 10 заповедей пока никто не отменил. И на самом деле все лучшее, что есть в западноевропейской и вообще в этой цивилизации морали, они взяты отсюда, из 10 заповедей. Вот. А там как раз развивается, но там такие ветви, что иногда страшно посмотреть. Сегодня отношение солдата к палестинцу, не знаю, как кому, наши генералы посылают спасать палестинцев и ставят под угрозу жениться солдат. Это еврейская мораль? Это не еврейская мораль? Не знаю, но я могу ответить так. Вот этот образ Рава Йойля про дерево и ветви я чуть-чуть дорисовал. То есть каждый год на дереве появляются новые ветви и новые листва. вот как бы что останется, что станет частью дерева можно видеть в конце сезона, когда листья опадают, а ветви остаются. То есть когда мы видим какое-то новое явление в общественной или судебной системе, вот мы можем еще не оценить это часть дерева, то есть это ветви или это листья, но будет все равно конец сезона. И то, что листья, оно отпадет, оно будет отменено. А то, что останется, то оказывается ветви. Посмотрите, там тысячу лет назад Рабейну Гершом вводит там постановление запрет на многоженство, запрет давать гетт жене без ее согласия запрет читать чужие письма. Прошло тысяча лет. Как раз все остальные, как бы не только европейские евреи, вот к этому тоже подтянулись. И здесь это стало как закон государства. Но этот закон уже может быть отменен, потому что тысячи лет прошло, Зео кончилось. Да, но это срок эти тысячи лет истек что-то, если я не ошибаюсь, лет 20 назад. Вот. А как бы никто не открыл рот о том, что значит все свобода. Вот. То есть по умолчанию оно продолжает действовать, и никто даже не сказал, что надо было вообще где-то прописать о том, что это закончилось. То есть это так, шутки все. Элей, а Раф ни разу не говорил, что в общем-то делать в этот период, кроме как учить Тору? И как все будет дальше идти? И от чего видали? Смотрите, как бы Раф, за что мы его любим, он пытается все события, происходящие в окружающей нас реальности, находить этому, находить это в Торе, и соответственно это дает нам как бы понимание. Это главный подход, когда ты понимаешь, когда у тебя более адекватная оценка картинки, тогда ты уже более адекватно понимаешь, что нужно делать. я хочу добавить, что мы каждый раз вернулись ее цимы, не те, которые сегодня. Это что, мы об этом просим? Рав ищут не только учить Тору, но и пути действия. Нахаль Хариди был, все-таки он и у его основания был вместе с Рабью, дойдет очень присутствующая идея. А сейчас же у Рава конкретная идея, вот то, что кидали, а что делать в наше время. Он где-то недели три назад выступил с новой идеей, что полиция в Израиле очень ослаблена, и Харидим пойти в полицию было бы очень важным шагом. И причем не просто, а ведь в Израиле есть связь, чтобы иметь оружие, надо в армии отслужить. Вот эти выпускники Нахаль Хариди еврейского батальона в армии как раз очень хорошие кандидаты, чтобы новое явление широкое открыть. И Рав пытается это продвигать, он еще далеко не опускает руки. Есть такой Рав Готлип, он сказал, что каждый должен из себя делать Машеха, так он сказал в лекции. Что значит из себя делать Машеха? То есть делать то, что положено делать. Знаете, та вещь, одна из главных вещей, которую я приобрел от Рафьёля, это было один раз перед уроком, когда как из учеников Рава Исхака сейчас вылетело имя, сейчас, он в район, а, нет, на не Вениамин сейчас, я не помню сейчас, вот, он так перед уроком сидит и вслух возмущается, вот, в Тальпиоте открыли некошерный магазин, вот, и куда это все катится, и как, что происходит, вот, и и Рафьёль абсолютно невозмутим, и он еще, еще раз, и в конце концов уже, ну, Рафьёль, ну, то есть, отреагируйте, вот, и Рафьёль тихо, спокойно говорит, лайх патли, и мы так, аж все затихли, вот, и Рафьёль говорит, говорит, смотрите, сил у человека очень мало, можно или потратить их на то, что бороться с тем, что плохо, или вкладывать в то, что, как бы, то, что должно быть, то, что хорошо, говорит, я учу вас вкладывать силы в то, что останется жить после нашего поколения, говорит, а магазины с некошерными продуктами, говорит, умрут вместе с этим поколением. Прекрасный пример работ, между прочим, сделали кошерный магазин вот такой характерной русской продукции. Русский кошерный магазин. Вот вам прекрасное действие. Я всем рекламирую и рекомендую. Я к нему еще не обратился, но у меня есть его телефон хозяина этого русского кошерного магазина. Харидим наяври. Ну, в смысле, вот эти традиционные вкусности, которые мы привыкли есть в Советском Союзе, да, они там продаются. И сетки торт, например. Но за исключением тех, которые не кошерные, а те, которые, не знаю, что это мясные изделия и так далее, они действительно кошерные. Равелли, если я правильно понимаю, вот то, что вы сейчас проговорили, динамика между евреями и неевреями. То, что если мы в каждый конкретный момент времени начинаем сравнивать еврейскую мораль, не то, что, как вы говорили, сравнивать сегодня с евреями 2000 лет тому назад, а яблоки с яблоками, то еврейская мораль всегда лидирует и как бы подталкивает нееврейскую мораль. То есть происходит то, что вот Всевышний заповедовал евреям, чтобы они распространяли эту святость вокруг себя. С другой стороны, вот как мы Итра увидели, Моша очень открыто воспринимал мудрость Итра. И не только открыто, а с большим уважением. Он вышел ему навстречу и так далее. То есть вот эти два процесса все время происходят. Они постоянно ведут постоянно происходят. Это лидирующие процессы. Владимир, я хотел бы вы прекрасно сказали добавить вещь, которую я не знал. Я узнал ее от Аарона. Современный английский язык развился после того, как в тонах Библия была переведена на английский. Это уже было в период противостояния католической церкви. И Шекспир и так далее. Весь дух вот этой современной культуры, он именно тогда начал развиваться о литературе. И недавно я из любопытства заглянул в гугл и подумал, а если шире протестантизм и так далее посмотреть. Оказывается, когда вот эти первые протестанты, я уже не помню, кто там был самый первый, перевод Библии на немецкий, то же самое ровно произошло. Вся современная и литература, и культура, и взгляд на жизнь, и сам язык, сам язык, он развился, он стал намного более богатым и другим включил в себя много понятий, которые в нем не были развиты. А если отойти еще чуть-чуть назад, то ведь и русский язык таким образом развился. Славянские языки до того, как Кирилл и Мефодий говорят, что выклестят. Перевели Библию на славянский язык, тоже там огромнейший скачок в культуре, ну у них просто письма. Вот такие три наблюдения, они мало говорят, а вот оно и есть. Очень интересно. Миш, это можно систематизировать словом глобализация, то есть когда все были эти и Европа, и Англия, и Германия, и Франция, и Россия, все это были города-княжества, вот, и у каждого свое наречие, то как бы один единый текст, он прежде всего как бы выравнивал, то есть строил язык. Да, безусловно, это так происходило, но получается вот как вклад Торы в глобализацию. Не только глобализация, сейчас прекрасная статья, между прочим, молодая исследовательница, которая из бывшего Советского Союза, она сейчас в мире становится таким очень популярным человеком, она такой вопрос исследует, связан ли язык с характером мышления, вот одни говорят по-английски, другие по-русски, а мы или кто-то про еврите, влияет ли это на мышление человека. Мне кажется, это известно, что да. И она расковыряла такие вещи, там у туземцев, по-моему, Австралии, у них нет понятия пойти вперед, назад, направо или налево, а они наоборот говорят, пойти на север, на юл, на запад, на восток или там по какому-то азимуту север-север-восток очень точно указывает, куда он пошел. И в результате этого, значит, если туземца этого спросить, а в каком направлении юги, она спросила аудиторию, а вот вы сейчас сидите в зале, в каком направлении у нас там запад, закройте глаза и покажите, а потом откройте глаза. И видно было, что все вы там показали в разные стороны. То есть меняется характер мышления и перевод, вот это уже тот тезис, который мы продвигаем, перевод Танаха на эти языки повлиял на характер их мышления. Это не просто глобализация, это образ мысли, который выражен в Танахе. И это привело к развитию тех ценностей, которые развились. не так давно, не знаю, грубо говоря, 500 лет назад в Европе это произошло. Но дело в том, что они забыли сегодня Танах, и они ценности свои берут из своего воображения. Ну, сегодня да, я имею в виду до последних 100 лет условно говоря. Я прошу прощения, хочу пожелать всем шаббат шалом, хорошего дня. Шаббат шалом, здоровья вам. Шаббат шалом, здоровья вам. Шаббат шалом, здоровья вам. Шаббат шалом, всего доброго. Миша, если продолжить вашу мысль и посмотреть сегодня на то, я не говорю даже о том, что мы сейчас на русском языке, пускай, а вот русский язык совсем неплохое средство коммуникации. Кстати, корней невероятное количество в русском языке ивритского. А если посмотреть сегодня иврит улицы и иврит Танаха, вы представьте, какая разница невероятная. А сегодняшний сленг, сегодняшние вообще взаимствования из разных других языков, причем не лучшие, и это сегодня уличный рыночный иврит. Посмотрите, какой разрыв. Это что-нибудь говорит о нашем мышлении сегодня? Ну, о нашем, я говорю, среднестатистическом народном мышлении в Израиле. Вот хорошо, что он живет вместе и иврит улицы, и иврит Танаха, для тех, кто учит Тору, по крайней мере, он живет вместе. Вместе или параллельно? Я не знаю, если люди учат Танаха, Талмуды, Тору, религиозные люди, они очень много времени проводят внутри языка Танаха. И есть, кроме того, язык повседневный. Ну, не знаю. я оставлю комментарий присутствующий. То есть, есть язык евреев, язык израильтян. Так я вас понял. Многие, ну, многие религиозные люди, они обоими владеют. Да, без сомнения, да. Мне так, ну, скажем так, мне кажется, да. И, например, что условно дзьдака, это означает справедливость, не знает практически никто из, в России, да. Ну, из русских, не знает никто из вообще в тех ну, знают, конечно, но очень мало. Не знают ни американцы, ни китайцы, никто не знает. А евреи в Израиле знают практически все. Немножко по-разному. Некоторые знают как милость, а на самом деле цдака это справедливость. И милость она в силе справедливости. То, что цдака это милость, это все знают. А вот что цдака справедливость, это народы пока это не знают. Я могу чуть-чуть усложнить Мишина построение. Значит, я от одного из своих профессоров слышал идею, что разделение на иврит и арамейский произошло с введением письменности. То есть, в принципе, мы видим по Торе, что там Аврам сюда пришел, и в этом регионе он со всеми говорит, и все с ним говорят на иврите. Вот. Вопрос Тора нам это переводит, их слова на иврит, или они действительно так говорили. И оказывается, что, в принципе, язык, на котором говорили, там считается кнаани или прокнаани, что, в принципе, весь регион говорил на одном и том же языке. Вот. И там, допустим, кнаанит и иврит отличаются там, ну, очень-очень мало. Там надо знать, где, там, в каком времени, в какой форме, там, что-то есть в кнааните, нету в иврите. Вот. Когда ввели письменность, и когда, допустим, один и тот же звук в одном языке обозначен одной буквой, в другом языке другой буквой, то через пару столетий это уже стало два разных языка. Вот. И получается, как бы, что, да, письменность в данном случае ввела разделение языков и то, что у нас, в конце концов, там, Талмуд, он на арамейском языке. То есть, вот вы, Владимир, сказали про иврит сейчас, да, вот. А как бы религиозный человек, в принципе, грамотный религиозный человек, он владеет ивритом Торы, арамейским, как бы, языком. То есть, это, как бы, двухтысячелетней давности. И еще, если он как-то общается с людьми, значит, ему нужен еще иврит современный. Вот. Вопрос, как бы, вот я не знаю, хорошо это или плохо знать арамейский. Вот, это очень важная тема. Дело в том, чтобы выразить глубокий смысл, ведь язык, он неоднозначный. Если фраза написана, значит, надо помнить, что имелось в виду во всех контекстах. И очень сильно этому помогает, как мы знаем, это когда эта фраза переведена еще и на другой язык, ункулюса, да, это постоянно вот это скрещивание, оно позволяет проникнуть в более глубокий смысл. И для меня было открытие, я от Аарона устал, я не знаю, все ли это знают, что сегодня в младших классах, они же арамиты не знают, как они изучают Тору на двух языках. Вы знаете об этом? Если нет, то я сразу же скажу. Оказывается, есть хороший перевод Торы на иидыш, и они идут параллельно по двум текстам. Они учат Тору на иидыш и учат на иврите. Тут, конечно, двойная цель достигается, то, что иидыш сохраняется, и богатейший иидыш. А кроме этого, вот на сочленении двух языков действительно проникаешь в смысл более глубоко. А мне очень понравился образ, который Эли привел, когда он говорил о деревьях, ветвях и листьях. А что, если мы представим себе язык, ну, такой, как иврит, у которого есть корни, ствол, ветви и листья. А хорошо бы нам было бы, чтобы все-таки язык тоже был объединяющим началом. И вот если представить себе, вот я буквально сейчас на ходу пользуюсь этим образом Эли, представить себе язык, как вот этот ствол. Причем у иврита явно есть корни. Значит, правда? Значит, у нас у любого слова там есть и приставки, суффиксы, что хотите, но у всех есть корни. А дальше есть ствол. Ствол – это язык, мне кажется, той самой письменной торы. А дальше идут ветви. Вот. И дальше идут листья. А листья – это как раз вот этот сленг, который каким-то образом вырастает, конечно. Это все считается ивритом. Но листья отпадают. А что-то все-таки в языке остается и остается. Язык, да, развивается. Нет, эта модель прекрасная, мне кажется, Эли, то, что вы уже сказали, если применить его к языку. Ну вот, пока вы это говорили, я подумал, что вот современный иврит у нас обогащен или разбавлен словами из русского, английского, арабского. Да, да, да. И что-то останется, а что-то отпадет и забудется. Но их, по поводу устойчивости иврита, должен сказать, я наблюдаю даже вот в то время, что мы в Израиле, иврит неизмеримо более устойчив, чем, например, русский язык и многие другие. И в качестве примера могу вам сказать, что вся компьютерная терминология, если радио и телевизия, они как-то попали и остались, то вся компьютерная терминология, она первые годы идет в Луазит, западная, а потом возвращается к ивриту. И никто не говорит компьютер, а говорят МакШеп, не говорят принтер, а говорят МакПесед. Или диск, говорят Канан, это в повседневной жизни, на компьютерном факультете. И я подумал, а почему это так? Где эта сила? Это вряд ли такая огромная сила у академии языка иврит, что прямо на народа не могут действовать. А это сила еще и в грамматике иврита. Дело в том, что в иврите нет огласовок обычно, да? И поэтому иностранное слово, особенно которое больше трех букв, даже три, мы не знаем, как его правильно произносить. И язык, и путаница. А тут написано на иврите, все сразу знают по структуре слова, как оно должно звучать. Ну вот, устойчивость есть. Устойчивость, потому что корни, Миша. Дерево устойчивое, если корни крепкие. Да, да, все равно. А то, что касается вообще законов и Торы. Интересно, вот, сионизм, да, у нас цианут. Да, вот это одно из редких слов. А нет, цианут, она как бы еврейская, да. Нет, как бы сион еврейская, вот, а то, что с этого сделано движение, сионизм, да, вот, как бы нету, нету в Танахе цианут, нету такого слова, это термин. Это термин калька с английского, да. Но словообразование еврейское, тем не менее. Да, но, тем не менее, у нас не перевели коммунизм в каманут. Вот, то есть не перевелся, не стало еврейским термином. Ну, каманут – это, там, корень не еврейский. Тогда уже надо что-то с еврейским корнем. Вот, кибуц – прекрасное еврейское слово вместо коммуны. А что такое цианут? Вот вам пример перевода на еврейский. Гарсон. Есть кибуц, комиют, между прочим. Ну, слово «кибуц» заменило слово «коммуна». Вот вам прекрасно, как еврейский победил Луазид. То есть кибуцизм должен быть? Нет, просто кибуц вместо коммуны. Да, да, да. Не используют, а используют кибуц. А, в смысле, как коммунизм перевести на еврейский? Ну, да. Это не кибуцизм, потому что «изм» – это уже… Ну, да, я понимаю. Это же кибуцизм какой-нибудь. И еще добавлю к языку, вот просто набрасываю тоже все знания, что всплывают. Значит, идея того, что язык развивается только на земле, на которой этот язык привязан. Значит, у меня был потрясающе интересный опыт. Я как-то услышал так в перестроечное время от молодых людей прекрасный украинский язык, чистейший украинский, литературный, хороший украинский язык. Я был поражен. Я спросил, ребят, вы вообще откуда? Они сказали, а мы с Канады. Да, да. Значит, и они абсолютно не плавали в украинском языке. То есть они не знали ни сленга. То есть сленг – это говорит о том, что язык развивается, язык живет. Сленг не может появиться в диаспоре. Там идет сохранение языка. Здесь язык иврит, он живет. Появляются каждый раз, появляются новые слова. И они как-то вот, не знаю, как-то вот принимаются. Как-то интуитивно. В Канаде, наверное, полмиллиона украинцев. Большая коммуника. Да, но язык там, он хороший, литературный, да, но он не развивается. В Канаде не появится ни одного нового украинского слова. Скорее всего. А в Украине появится. Появляются постоянно. И также наш русский. Вот. Наш русский зафиксирован на времени нашего отъезда. Да. Вот. Это не русский современной Москвы. Да, да, это верно. Для нас это, конечно, слава Богу, что вот, что наши русские не русские современной Москвы. Но с другой стороны, получается, как бы, у них он живой, а у нас он уже не живой. А иврит у нас, слава Богу, живой, потому что это язык этой земли. Он живой. У них иммигранты, есть поэты, которые пишут на, они пишут, да, вы правы, они пишут на немножко устаревшем языке. И это, видимо, и создает их произведением какой-то, дает особую необычность. Вполне возможно, что это плюс. Ну, на самом деле, это можно считать, вот мы с вами говорим на языке, близком к классическому русскому. Я вспоминаю, что где-то в 90-х годах, когда стали публиковать то, что раньше не публиковали, мне попался такой журнал, и там напечатали воспоминания академика Вернадского, когда он еще молодым, в начале 20-го века побывал в Америке и встретил там диаспору российскую, которая, понятно, в основном была из евреев. Там это не было подчеркнуто, а может быть и было, давно это было, до того, как я сюда приехал. Вот. И Вернадский пишет, что они говорили на замечательном русском языке. И он высказал такое предположение, что если русский язык и будет где-то сохранен, то вот этими людьми, которые в диаспоре, которые вот, ну, имеется в виду евреи, евреи сохранят русский язык. И вот мы сейчас с вами общаемся на языке, на котором в Москве не говорят. Эли совершенно прав. В этом вся штука. И мы сохраняем с вами высокий русский язык. Язык высокой русской литературы, да, 19-го, 20-го века, еще Серебряного века. И это огромная ценность для русского языка. А с евритом тоже произошла удивительная вещь. А 2000 лет диаспоры позволили языку не смешаться и не раствориться со всеми языками, а сохраниться, потому что я не изучал точно, как работал тот, кто возродил Иуда. Пан Иуда. Да, да. Вот. Как он работал, как он сохранял. Но мне кажется, что он опирался как раз на язык Танаха. Нет, на язык Мишны. А, Мишны. О, спасибо. Спасибо, Эли. Вот видите, то есть на язык до изгнания, так сказать, или начало, начало только диаспоры, когда еще не был забыт фундаментальный язык того времени. Не-не-не, Илья. Ну, поправьте, поправьте. Иллюзия, значит, это я слышал от профессора кафедры иврита. Значит, Раби Игуда Анаси, да, был фанатом иврита, и он заставлял мудрецов говорить на иврите, а разговорный язык уже давным-давно был арамейский, уже пару столетий был арамейский язык, и мудрецы не знали нормального иврита, потому что они не говорили на иврите, это не был язык повседневный, поэтому только вот этот вот светлый период Мишна, вот это язык, это на иврите, а их уже ученики уже перестали мучиться и ломать себе язык, и все обсуждения в гморе, а не на арамейском. Вот, есть там замечательная история про то, как появилось слово швабра, вот, там, когда сидели мудрецы, там, в приемной ждали, что их Раби Игуда Анаси примет, вот, его служанка там как раз поумыла, вот, и она пытаясь как бы сказать, ну, типа, поднимите ноги, дайте здесь подмести, вот, она там как-то бросила вот это вот матоте, вот, непонятно, как оно у нее появилось, вот, но они подумали, что это, что это правильное ивритское слово, вот, и они его запомнили, и вот так оно разошлось. Вот, то есть нигде оно раньше не фигурирует. Вот. То есть, то есть... А что оно происходит? Нет, важны, важны вот это центральные мысли. Ну, центральная важна, но дайте этот штрих маленький скушить, и вернемся. От чего происходит матоте? Смотрите, в иврите есть построение, как, допустим, хатуль, хатальтуль, да, то есть маленькие, да, удвоение последних двух корневых букв. Вот. Матоте – это мате, да? Ма-та-те. Что-то мате, напомните. Вот это я не скажу точно. Вот жалко Аарону. Ну, что, что, дай маккрыть. Ну, там что-то типа, я вам сейчас этой палкой дам, там или палка, ну, в общем, что-то вот как-то так получилось. Это от палка точно, производная какое-то. Вот. Спасибо. Я, Илья. Илья, да, извиняемся. Я думаю, что вот это очень важное уточнение, которое вы нам рассказали. Значит, то, что сделал Бен Иуда, он опирался на язык Мишны. И, по-видимому, это самый последний из языков, которые как бы отражают язык Танаха. И главным образом язык Хумаша. Значит, можно так предположить, что главные вехи в том языке, который мы сегодня получили, ну, и которым занимается Академия Иврита, можно предположить. Я внутри там не был. Но вот это вот интересно. Значит, язык, которым записано Хумаш, эти книжки, да, дальше немножко варьируются, конечно, языки пророков. там они немножко отличаются позже. Ну, так судят специалисты. А дальше скачок до языка Мишны, а дальше через две тысячи лет скачок к нашему Ивриту. Да? Вот это очень интересно, конечно, проследить. И вот, может быть, это как раз ствол, корни из ствол того дерева Иврита, который, как Миша отметил, устойчив. А устойчив, потому что выдержан вот такими испытаниями времени. И по структуре очень устойчив. Ведь Иврите основная масса корней трехбуквенной. Условно, это 20 на 20 на 20. Это, что мы имеем в гусь? 8 тысяч, да? Нельзя ввести больше, чем порядка 8 тысяч корней. Вот и все. Вот обойдитесь с этим. Остальное уже известными законами, приставок, суффиксов и прочего образуйте, но людям будет более-менее понятно, откуда выросло это слово. Оно не оторвется от основы, если вы его даже сделаете. Будет понятно, откуда, с чем оно связано. И поэтому Иврите есть то, чего нет ни в одном языке. Современному человеку дать прочесть Библию, любую, немецкую, английскую, латинскую, я не знаю, которая написана давно не сможет. Язык очень сильно ушел, а еврейцы привязку сохраняют. Интересно. Да, но есть же те, которые думают, что все можно перевести на язык нулей и единиц. Библию более жесткий. Вот эта трехбуховенная система корней, она действительно вам дает вот в этом пространстве только действие, и оно все будет сказано. Оно не распадется и не уйдет от основы. Замечание, Элли, оно прекрасно, оно, кстати, дает вот какой прогноз. Сегодня есть сторонники развития искусственного интеллекта, я не говорю о присутствующих, это вот широкомыслящие люди, но есть такие сторонники, которые считают, что искусственный интеллект когда-нибудь даже превзойдет человеческий. так вот Элли поставил точки над И. Значит, двоичный код это основа на самом деле языковая, атомарная структура искусственного интеллекта, а и в этом его ограничения. Вот, а иврит, он вмещает в себя духовные метрики, духовные измерения. Как это? Это чудо, конечно, ивритно, удивительно. И поэтому он оказался вечно живой. Ударим трехбуквенным по бинарному. Отлично. Да. Кстати, Элли, значит, среди математиков и кибернетиков, я просто знаю в своей специальности, считается, что оптимальным кодом является трехзначный, а не двух. Там можно упаковать гораздо больше информации. Там немножко больше. Да, это оптимальный код. Но выбран двоичный, черно-белый, так человечеству проще. Это соответствует тому, что гораздо проще рассуждать о сложных вещах категориями добра и зла. Возвращаясь к теме, которую Илья поднял, есть еще одна с этим важность связанная. Она возвращает на сказку Азимову, «Я робот», по-моему, это его великое произведение. Я вам напомню в двух словах, потому что там же и проблема лежит. Были выработаны принципы робота, сколько законов, кто лучше меня помнит, и не навреди человеку, и прочее, и прочее. И в какой-то момент роботы стали хватать всех людей на улице и запихивать в сарай, запирать, как в тюрьме, и там супергерой справился со всем этим, какого-то робота, революционера, по-моему, с собой нашел. И он уже сидит, это я по фильму рассказываю, добрался к этому супермозгу, обрезал ему все провода ведущие к внешнему миру, обезопасил его, сел в кресло, я уже не помню, закурил ли сигарету, и говорит, ну все, а вот теперь рассказывай, как это ты до такой жизни дошел, что людей стал хватать. Миша, спасибо, что вспомнили. Подождите, самое главное, самое главное вам хочу сказать. И тот ему говорит, я буквально следовал, если все помните, я сокращу, я буквально следовал всем указаниям вот этого кодекса. Я обнаружил, что люди, если им предоставляют свободу, они начинают вредить и уничтожать себе подобное. Поэтому, чтобы оградить их жизнь и здоровье, я понял, что самое главное, это их вот так схватить в сарай. Теперь вот мысль, вот теперь перехожу к Мишфатим. А вот Тора устроена очень глубоко. Она дает такой свод законов, который еврейскому народу позволил много тысячелетий жить. и у меня вопрос, а может быть в каком-то смысле искусственному интеллекту придется изучать, исследовать законом Торы, потому что явно мы видим, что в нескольких фразах невозможно сделать указания, вот дырка в нем будет, и получишь обратное тому, о чем хотел. Извините, за длинный ветеран. А кстати, Мишф, повторите мысль последнюю. Законы Торы, они имеют целостность, да, они в первую очередь позволили то, что есть народ, который им следовал, который прошел через тысячелетия и пережил все современные ему народы, глубочайшая причина это то, что ему были даны эти законы. В них очень много глубины, есть что-то, что мы видим, а есть что-то намного глубже, но оно нас сохранило. И это отличает от простых законов. Но вторая мысль, нужно ли роботам их изучать, это уже такая, больше полемическая. Можно реплику, Миша. Значит, в начале книжки, о которой вы вспомнили, там Айзек Азимов, кстати, еврей происхождения, чтобы вы знали, не сомневались. Это так, да, 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 Так он написал, там есть вступление, до этих рассказиков, один из которых вы вспомнили, там есть серьезное вступление, называется оно «Законы робототехники». И вот я читал 40 лет или 50 тому назад, а надо бы достать и перечитать, чтобы ответить на вашу мысль. Значит, ну там они короткие, там их совсем немного, этих законов, правил, да? И наверняка в них есть дырки, о чем вы сказали. А вот, а для того, чтобы не случилось нехорошего с этими самыми роботами в будущем, то нужно составить законы робототехники на самом деле на основе законов Торы. Или заставить роботов изучать Талмуд. Нет, нет, значит, роботы все-таки от слова работать, роботы должны обслуживать человека, а вот для того, чтобы они из этой функции не были в зале, должны быть четко обозначены законы. Я не имел ввиду только роботов. Хорошо, я изложил дальше все. Мы, по-моему, обсуждали такую идею, что в Торе есть тезис-антитезис. Земля и небо, шесть дней недели и суббота и прочее, прочее, прочее. А это как плюс и минус, а посередине Эфис, Эфис, которые связаны с бесконечностью. Красиво. Но вот к тому, что Илья сказал, я думаю, что тут разница между роботом и человеком. Роботу можно дать программу, вложив, разработав, там, хорошо прописав программу законов. Идея Торы в том, что законы развиваются. Вот посмотрите, не развиваются законы в христианстве, законы Торы, которые перекочевали в христианство и в ислам, они там не развиваются. Вот. Они взяли десять заповедей, взяли. Есть какие-то как-то это обросло какими-то комментариями, подробностями. У нас там не вари козленка обросло таким количеством вещей, что просто невероятно. То есть у нас все вещи развиваются. Я думаю, что вряд ли робот способен на развитие закона. Конечно. Он способен на сохранение. А может быть модель дерева, простите, ветвями, которые остаются и листьями, которые отпадают, можно применить и сказать есть древо закона. И у нас оно живое. Вот, например, сегодня Кнесс принимает какие-то законы для нашей жизни, но я почти уверен, что некоторые эти законы как листья, они отпадут и о них забудут. А что-то все-таки останется на этих корнях и на этом стволе. А корни и ствол это 10 заповедей. Или, например, кто когда-нибудь отменит эту потрясающую заповедь, о которой мы не раз вспоминали здесь даже. Вэгафта лирэха камоха. Это же вечная корневая заповедь. У меня несколько другая ассоциация. а именно несмотря на то, что все меняется, вот какое-то противоречие просто я вижу, которое я не могу ответить. Все меняется, законы меняются и так далее. Тем не менее, совершенно очевидно, что отношения между людьми не меняются. Оно как было, так и осталось. В каком-то смысле это то, что Миша видимо говорил проязык. Есть трехбуквенный корень, и у нас есть 8000 возможностей. Меняются второстепенные вещи. Те, которые основополагающие отношения между людьми остались. Именно поэтому есть возможность как-то не рассыпаться. Именно вот то, что законы отношения между людьми остались, позволяет всей этой системе сохранить стабильность. Володя, мне кажется, что в вашем суждении есть и ответ, и вопрос. А окончательный ответ может быть даст генетика. Именно вот что такое геном человека и посмотреть, если только это как следует исследовать на протяжении длительного периода, то в геноме человека что-то меняется. Но какой ничтожный процент в нем меняется. А основная часть генома человека не меняется. Более того, у него есть очень много общего вообще с животным миром. А это значит, что в основе вы правы, конечно, но все-таки что-то меняется в честь этого. Да. Спасибо. Не дано знать, что будет с искусственным интеллектом в будущем и к чему это все приведет. Мы можем только гадать об этом. шаббат шалом я побежу. Шаббат шалом всем спасибо за интересное обсуждение. Спасибо. спасибо.